В эфире телеканал Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова посетила Ленинский городской округ. А у вас сколько прикреплено процентов от населения района? У нас 66 160 на сегодняшний день. Акция про героя стартовала в Ленинском городском округе. Такой цитровой бессмертный полк мы сделаем непосредственно в нашем районе. В деревне Горки прошли ставшие уже традиционными гонки на выживание. До 1975 года видно был центральный автомотоклуб СССР. В минувшие выходные министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова совершила рабочую поездку в Ленинский городской округ. Во время нее она осмотрела строящиеся и действующие объекты здравоохранения. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Начался рабочий визит с осмотра строящейся поликлиники на 450 посещений в Дрожжино. Исполняющий обязанности главы Ленинского района Алексей Спасский и главный врач ВРКБ Бутай-Бутаев рассказали министру здравоохранения Московской области Светлане Стригунковой, что открытие поликлиники ожидается уже весной. Достаточно много профилей охвачено в этой поликлинике. Такие как терапия, педиатрия, лор, травматолог, хирургия, офтальмология, также дневной и стационар. Стоит отметить, что на базе новой поликлиники появится дополнительная станция скорой помощи. Набор персонала уже ведется. Следующий объект – здание третьего хирургического отделения в Расторгуево. С прошлого года здесь ведется капитальный ремонт, который планируется завершить раньше срока. В отделении будут обеспечены комфортные условия для пациентов и врачей. А также здесь появится новое современное оборудование. Следующая остановка – реабилитационный корпус Видновского дома ребёнка. Здание уже построено и очень скоро будет сдано в эксплуатацию. Здесь установлены ванны для бесконтактного и гидромассажа, бассейн со специальным подъёмником для детей-инвалидов. Всё необходимое для ребёнка – зайти в ванночку, душик, для того, чтобы кабинет инструктора ФК, который будет непосредственно находиться здесь в воде, кабинет, где медсестры, это дальше там ванны лечебные. Затем делегация посетила Видновскую детскую поликлинику, где осмотрела недавно обустроенную добрую комнату, а также кабинет рентгена и компьютерной томографии, которые откроются в ближайшее время. Затронут изменения и взрослую поликлинику. Уже давно назрела необходимость капитального ремонта здания. Сейчас решается вопрос, где разместятся врачи на время ремонтных работ. А у вас сколько прикреплено процентов от населения района? У нас 66 160 на сегодняшний день. А в районе где-то получается 149 сейчас. Следующая остановка – новый корпус Видновского перинатального центра – одного из лучших в России. Благодаря специальным методикам и оборудованию здесь выхаживают детей, рождённых раньше срока. Дети рождаются либо в акушерском корпусе, родоразрешаются, там они находятся какое-то определённое время в той реанимации, три-четыре недели, пока их отучают от кислорода. Потом они переводятся в реанимацию, которая здесь, на первом этаже, и дальше они поднимаются сюда. Последний пункт объезда – Видновская районная клиническая больница. Светлана Стригункова посетила несколько отделений, пообщалась с пациентами, после чего состоялось совещание с руководством округа по итогам рабочей поездки. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Исполняющий обязанности главы Ленинского района Алексей Спаский осмотрел очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков города Видное. В рабочей поездке его сопровождали заместитель главы администрации муниципалитета Александр Русков и генеральный директор Видновского ПТО ГХ Александр Митряйкин. Первым пунктом поездки стала главная канализационно-насосная станция, которая обеспечивает центральное водоотведение в городе Видное, его расторгуевской части, а также нескольких новых микрорайонов. Новое здание пока не передано в муниципальную собственность. На месте старого будет построен аварийный резервуар. Алексей Спаский пообщался с персоналом, а затем ему рассказали о том, как работает вся инфраструктура по канализованию и водоотведению. В прошлом году были построены два коллектора по этой трассировке, диаметром 400 мм, которые ведут на Канейскую посуду. И отсюда уже в Москву. Затем исполняющий обязанности главы района посетил ливневые очистные сооружения поверхностного стока микрорайона Купеленка. Они осуществляют прием стока в территории ЖК «ЭКО Видное». Содержание сетей ливневой канализации осуществляет МБУ «Дорсервис» за счет местного бюджета. Алексею Спаскому рассказали о первоочередных задачах, которые решаются в данный момент. Это завершение, соответственно, наладки и запуск КНС Купеленка. Это вывод из эксплуатации и демонтаж очистных сооружений Купеленка. И поскольку уже сейчас проведено проектирование, предстоящее строительство КНС микрорайона «Завидное». Именно микрорайон «Завидное» стал следующим пунктом в рабочей поездке Алексея Спаского. Здесь он также осмотрел очистные сооружения хозяйственно-бодовых стоков. Проектная мощность данного объекта 3000 кубических метров в сутки. Пока функционирует только одна ветка с мощностью полторы кубических метров в сутки, что явно недостаточно. Но проблема уже находится в стадии решения. Мы сделали все возможные усилия, чтобы нас включили в государственную программу. Проект прошел государственную экспертизу. Стоимость 102 миллиона. Мы готовы к началу строительства. В рабочем графике Алексея Спаского уже запланирована очередная рабочая поездка, в ходе которой он посетит городские объекты водоснабжения. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видное ТВ». Акция «Про героя» стартовала в Ленинском городском округе. Ее участники могут поделиться историей о своих родных, которые воевали на фронтах Великой Отечественной, были в партизанских отрядах или работали в тылу. Подробности в нашем сюжете. В Центральной районной библиотеке состоялось открытие акции «Про героя», которая стартовала в Московской области 31 января. В зале библиотеки оборонно-спортивный клуб «Ратник» представил выставку, посвященную Великой Отечественной войне. Наши пулеметчики делали так. Внизу было техническое отверстие для ремнобора. Откручивали, вбивали колышки, одевали на этот колышек приклад, пристрелили местность. Акция «Про героя» помогает увековечить память об участниках и свидетелях Великой Отечественной войны. В библиотеках Подмосковья до 31 марта любой желающий может записать видеоролик о своем герое. Во время Великой Отечественной войны воевал в партизанском отряде с 1941 года в Ленинградской области. На открытии выступил глава городского поселения Видное Моисей Шамаилов, который отметил, что воспоминания об участниках войны важны, ведь каждый из них – настоящий герой. Герои, потому что они сразу после 10 класса, еще толком не зная, как стрелять, пошли защищать Родину. Со сцены прозвучали истории о военном времени. Член Совета ветеранов Борис Зарицкий рассказал о своих детских воспоминаниях. А председатель Совета стариков казачьего общества Виктор Буханов поделился историей о своем отце, который в 1942 году вырвался из блокадного Ленинграда. Осталось всего 5 человек, из 11, в том числе мой папа. Ну, откормили, говорят, ты чей будешь? Он говорит, я с Луганска. О, земляк Ворошилова, в конную разведку. Для участия в съемке вам нужно иметь с собой фотографию героя и подготовленный рассказ о нем. Видеопортреты будут размещены на интерактивном экране в мемориальном зале нового музейного комплекса «Зоя», а также на телеканале «Видное ТВ» и сайте библиотеки. Такой цифровой бессмертный полк мы сделаем непосредственно в нашем районе. В Ленинском городском округе акцию поддержат в 11 библиотеках. В Центральной библиотеке Ленинского городского округа студия, в которой можно записать историю, будет работать 22 февраля, 14 и 28 марта с часу дня до 6 вечера. Александр Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Стоматологи всего мира в минувшее воскресенье отметили свой профессиональный праздник. В России День стоматолога празднуется недавно, всего несколько лет, но уже успел полюбиться зубным врачам. Сегодня мы расскажем вам об этой непростой работе на примере Дмитрия Ильина, к которому в клинику накануне праздника наведлась наш корреспондент Юлия Погосян. 9 февраля отмечается Международный День стоматолога. Профессия важная и нужная. Дата была выбрана не случайно. 9 февраля – День святой мучницы Аполлонии, ставшей покровительницей как страдающей зубной болью, так и врачей, призванных эту боль устранять. Дмитрий Ильин зубную боль людям лечит уже 7 лет. А началось все в Саратове. Именно там он закончил медицинский университет. Потом волею судьбы попал Видное. Три года отдал муниципальной стоматологической поликлинике. Отсюда и пошла молва о местном чудо-докторе. Но Дмитрию хотелось развиваться. И он ушел в частную клинику, где трудится по сей день. У меня есть мечта. Есть мечта, чтобы у всех в городе были хорошие здоровые зубы. Неосуществивая мечта, я ее называю. У меня иногда пациент спросил, что почему она неосуществимая. Ну, потому что у нас город развивается, у нас все больше и приезжает новое количество людей. То есть, как бы у меня работа будет бесконечной и всегда. Но мне хочется, чтобы она когда-то все-таки хоть шла к этому исполнению. Основной принцип работы Дмитрия – чтобы люди не чувствовали боли. Не будет страха зубного врача, а значит и походы к нему будут чаще. Ведь лечение или протезирование – это крайняя мера. Важно следить за полостью рта, регулярно делать санацию. У вас присутствует этот страх похода к стоматологу? С Дмитрием Владимировичем мы работаем давно, поэтому хуже нет. Вы как часто вообще ходите в стоматологическую клинику? Как часто проверяете состояние своих зубов? Обследование раз в полгода. Если что-то нужно лечить, бывает и чаще. И еще один секрет красивой улыбки – найти своего стоматолога, чтобы регулярно у него наблюдаться. Дмитрий и Лин советуют довериться отзывам и рекомендациям людей бывалых. Вплоть до интернет-отзывов, но лучше путем так называемого «сарафанного радио». Очень важно именно ходить постоянно на протяжении долгого времени. Это и развивает и доктора вообще, потому что он может увидеть свой результат со временем. Нам важно, чтобы вы были здоровы и важно фактами подкреплять результат, который у вас присутствует. Сегодня стоматология далеко не та, что была раньше. Современный кабинет зубного врача – это комфортабельное кресло, новейшее оборудование, качественные анестетики. Врачи используют мощные микроскопы, чтобы глубже разглядеть проблему. 3D-рентгены, чтобы увидеть полость рта. Теперь поход к зубному – это даже интересно. А самое главное – это здоровье, которое стоматологи нам с удовольствием дарят. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская. Виднетв. Гул моторов, виск тормозов и море адреналина. В деревне Горки прошли ставшие уже традиционными гонки на выживание. Из-за теплой зимы первый этап в этом сезоне удалось провести только в феврале. О том, как это было, расскажем в нашем следующем сюжете. Считаю соревнование открытым. Старты зимнего этапа гонок на выживание любители экстрима и скорости ждали давно. Теплая зима никак не позволяла выйти на трассу. Этой зимой мы планировали провести пять этапов, но из-за плохой зимы мы проводим первый этап, и, возможно, он будет и крайний. Если поле растает, мы просто увязнем. У нас есть специальная грязевая резина, но в условиях такой зимы это будет просто болото. И даже на грязевой резине мы не проедем. Здесь собрались спортсмены из Москвы, Видного и Домодедова. Как уже бывалые, так и совсем юные. У нас сегодня быстрая трасса, но мы укоротили, чтобы всегда был накал страстей. То есть 12 автомобилей на 700-метровой трассе будут постоянно бороться, обгонять. Круговые, возможно, будут. То есть шоу будет каждую минуту, каждую секунду. Самый молодой пилот гонок Тимофей Смирнов впервые. Он принял участие в заездах в 15 лет. Сначала выступал на старой машине, теперь мне как бы дали поновее. Точнее, ну, дали корпус, а мы достроили сами. Гул моторов, виск тормозов и море адреналина. Здесь можно безнаказанно выталкивать соперников с трассы. Главное при этом самим не перевернуться. Среди болельщиков был замечен и президент спортклуба «Металлург» Валерий Нефантьев. Он рассказал, что хоть гонки на выживание не так давно практикуются в муниципалитете, нет ничего удивительного в том, что технические виды спорта здесь так востребованы и популярны. До 1975 года видно был центральный автомотоклуб СССР. В его обязанности входило формирование всех сборных команд Советского Союза по всем техническим видам спорта, в том числе по автоспорту, по мотоспорту. И уже из видного эти сборные команды уезжали за границу на различные чемпионаты мира, Европы. Гонки на выживание – это не только спорт, но и зрелищное шоу. Неудивительно, что каждый этап соревнований собирает множество зрителей, вход для которых всегда бесплатный. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, ВИДНОТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.